Одну песню из музыкального спектакля «Звери ищут лето» я хочу сегодня спеть, потому что это такая заключительная песня в этой истории. А поскольку мы и в концерте нашем приближаемся к финалу постепенно, то я думаю, что самое время исполнить вот частушки зимующих зверей. Эта песня исполняется в спектакле в тот момент, когда звери уже преодолели все свои приключения, они уже успели столкнуться с лесными хищниками и уже успели даже с ними помириться, примириться и подружиться. И вот все звери, все вместе и дикие, и домашние собрались в пустующие избушки лесника, и до Нового года у них осталось совсем немного, и они поют такие частушки, новогодние, звериные, человеческие, даже в каком-то смысле литературные. Мы сбежали из-под крова, мы оставили постой, босиком ушли из дома, как писатель граф Толстой. Все мы нынче как толстые, все мы нынче беглецы, но зато не отбивные, но зато не голубцы. Мы ушли пешком из дома, мы ютимся под сосной, нам придется как толстому пренебречь едой мясной. Но клянемся всем на свете, все же лучше натощак быть бараном на диете, чем бараниной в ощах. Дело правое за нами, не вернемся в грязных лев. Граф Толстой для нас как знамя, он из наших, он же лев. Слишком долгое терпенье ощетинила наш нрав, и теперь ни противление не внушит нам даже граф. Трам-пам-пам-пам-парам, трам-пам-парам, 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 трам-пам-парам. Мы бродяжничили, стыли, претерпели много бед. И хотя мы не толстые, но и нам молчать не след Все, кто битый и гонимый, зарубите на носу Лишь трусливый да ленивый попадает в колбасу Трам-пам-а-пам, барам-пам-парам